О, это подборка! В ней натурально вся Омега Лига, ведь она идет уже четыре недели, и сколько сумасбродства здесь произошло за этот промежуток времени, а ведь у нас еще полторы недели впереди. Надо бы контентика отгрузить, чтобы Рита, человек, который делал этот прекрасный ролик, большой ей привет, набрала контента и на второй ролик. Я как представитель чатика, я поражал нормально, был он годненько. Поражал нормально? Ну это замечательно. Значит, у кого-то будет премия за этот ролик, судя по всему. Тогда очень хорошо посмеяться, очень хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. Нормально, ты лояльный, да? Ты поддерживаешь. Конечно. Я понял, хорошо. Дим, тебе ролик понравился? Топчик. Топчик, супер, супер. Было у нас весело, и сейчас в целом тоже, потому что, ну, веселье-веселье, мои игры по расписанию. У нас с вами по расписанию заключительная карта заключительной серии Immortal Division на группового этапа. Virtus.pro против Evil Geniuses только что сравняли счет. Было крепко, но он будет еще крепче. Ты не веришь? Куда уж крепче. Куда уж? Казалось бы, да? У нас, ну, натуральные ребята... Нормально закрепило, ребят. Да, ну, просто этот весь контент, он из аналитики, а ведь был еще внутриигровой контент. И ребята вот нам сейчас отгружают прям из самосвала просто на... Разбирайте, да, там что там. Да, ну вот мы как раз для этого с вами здесь и сидим. А, да. Если что. Я думаю, мы мемы обсуждаем. Мемы? Какой мем последний? Пиццу, пиццу, помнишь? Про пиццу говорили. Про пиццу? Да. Так это не мем был, это я жаловался на жизнь, что день не с того начал. Я путаюсь. Мемы здесь ни при чем. Я до сих пор жалею об этом. Я нормально толком и не пообедал, потому что день начал с пиццы. Это была очень большая ошибка, не делайте так. А вот драфты смотрите. Ты просто пиццу не умеешь заказывать. А как надо? Ну, для начала нужно отказаться от того, что заказал ты. Забыть про существование такой пиццы. Я понял. Мы слил не одобряем. Хорошо. Ну, то 50-50, извините, я еще... Век живи, век учись. Хорошо, не гавайскую. Хорошо, ребята, извините. Без ананасов. Наоборот с ананасами. Так, ладно, мужчина. Вот, видишь? Вот и поговорили. Да. Итак, Virtus.pro возвращается к истокам. Да. Shadow Demon, зачем он здесь, непонятно. Он пока просто есть. Кэжуал пик. Может быть, возьмут какого-то алюзиониста, с кем он будет сочетаться хорошо. Но Эмбер Спириту, он вообще ничего не делает. Вот есть Эмбер, есть Shadow Demon. Shadow Demon ему ничего не делает. Эмбер делает ему все, что захочет. Вот, как-то так у них. Какой бы четверка не играв, всегда говорил, на Shadow Demon не играй, по типу Эмбера невозможно. Потому что просто он тебя находит, он на тебя прыгает, ты ничего скастовать не можешь. Кастуешь на себя. И он такой, опа, раз, два, три, умри. И все. Тебе на мансовые ребята вообще не рейтят, да, смотрю? Надоело. Да. Медленно и токсично, и скучно. Надо кнопки летать, бегать, убивать. Скиньте ссылку на видео, где лост отжимается. Димон, есть такое видео в интернете? Обучающее. Скоро будет. Все, супер, ждем. Тогда скинь нам ссылку, а мы дадим работе. Не, ну я сейчас в задаче хожу, подождем. А, разминаешься. Я как бы умею отжиматься, но нужно больше времени, чтобы мышцы это... Окей, окей, ждем. Тогда, ну, до конца... Укрепились. Да, до конца Мегалиги успеешь нам тут показать? Может быть, может быть. Супер, все. Теперь есть мотивация, еще больше мотивации продолжать смотреть. Дмитрий, просто теперь я уже, как вы видите, не ошибаюсь. Ну, я ошибался там. Как и никогда ранее. Не, ну было дело, что я ошибался, говорил сверху, снизу, а теперь всегда слева и справа. Четко. Четко. Да мне кажется, мы как просто в какой-то момент перестали говорить сверху, снизу, слева, справа. Просто Радиан Дайер, да. Или команда, команда. Нормально. Ну, там деймер, конечно. Странно, что этот способ пришел к нам так поздно, на 28-й, там, примерно, день турнира. Но мы научились. Не все приходит сразу. Конечно. С опытом. Конечно. С отжиманиями. С отжиманиями. А ведь этот Димон еще даже не начал. Но опыт уже есть. Но опыт уже есть. Какой же опыт у нас у ребят из Virtus.pro? Что, прости? Какой опыт у ребят из Virtus.pro? Спасибо. Но опыт такой, что нужно опять ловить. И Гендаели, они берут летунов, прыгунов, у них все герои быстро бегают. Там Эмберы, Клинксы, Фурионы, опять же, летают Штармы. Они каждый драфт набирают себе супер мобильничей, которые круто двигаются по карте. Анбуфаза пишет, я тоже хочу работать в аналитиках в Рухабе, такая клевая работа. А я так и написал, в принципе. Чат спамил, не реагирует. А, ты чисто людей зазываешь, да? Да, да, ребят. Главное пытаться. Мемы еще пишите, хорошие мемы. Мемы — это важно. Так же, как важно стирать эту одежду. Это важно. Мы ее стираем, да? Мы? Не знаю. Надеюсь, что нам. А если нет, то очень печально будет это узнать. Не знаю, я в своем пришел вообще. Такая одежда, выдают что-то? Да нет, это что. Не, ну пиджачок-то, кстати, классный отжал. Да, я тоже. То есть, куча талантов, просто приходит гость, забирает всю топовую одежду, самый крутой пиджак. И так получилось, как ты это сделал? Я сквозь всех пошел, говорю, о, это мне, пожалуйста. Никто ничего не спрашивал, почему, знаешь, как будто так и должно быть. Ну, как бы дают — бери, бьют — беги, очевидно. Ну, цепь отжали, уже убежал хотя бы. Пиджак успел оставить. Да. Где моя цепь, Дима? Ты мне этот вопрос задаешь? Это изначально моя цепь была? Это я у тебя спросить должен, где моя цепь, Леня? Дима, где моя цепь? Я, как видишь, ничего не ношу, я не дадю. Так, ладно. Это вот Дмитрий любит всякие побрякушки на себя одевать. Вон, видишь, там всякие браслетики, а я чист. А мне лишнего не нужно, да. Так, ну ладно, к драфтам все-таки давайте вернемся. Ну, Shadow Demon просто вот лишний. Вместо него берешь любого героя. Ну, может быть, он с кем-то будет работать, но пока вместо него берешь любого героя, был бы лучше. То есть Феникс хочет какого-то контроля, Эмбер хочет какого-то Саленса, Станчика, да кого угодно. Он хочет, пока вообще ничего этого нет. Феникс точно не хочет быть тройкой, еще раз. Мне кажется, ему не понравилось. Почему? Ну, как-то не хватило вот именно героя с аурами. Героя с аурами? Да. А знаешь, что я делаю на четверках обычно? Не спрашивай. Аура. Да, это хорошая мысль. Да. То есть я даже когда бегаю на самом юзлес-герое в доте, это Мираном, у меня Владмирс, там, помню, Керасу собрал, Кинчо, Гвардин, Горевцы, в общем, собираешься аурой, никаких проблем собрать на каком-то герое ауры. Не всегда их собирает тройка, я к этому веду. Мираном тут и не юзлес так-то, смотри. Там можно старую комбинацию сделать. На четверке можно? Побойся бога. Не, как бы на четверке можно, но на блокинг-барах здесь будет конец. То есть если возьмут Мирану, еще одну чайку, я думаю, Феникс этого не переживет. Ну, серьезно, он поставит яйцо и что? И все убегут, и никто ничего не может сделать. А ЕГЭ, они прям летуные. Нужна фиксация, значит, Войт. Ну, Войт прям напрашивается. Прямо сейчас. Вот хроносферу поставил и все. И он, тогда появится смысл шаду демонов пике. Как бы Войт может смело идти вперед, получает в себя любой контроль. Его накроет шаду демонов иллюзиями, дизрабшином. И он появляется и такой, опа. Ребята, я здесь. Ты здесь? Я здесь, да. Он и с Эмбером разберется. И и Чантрасом сделать немного. Да, в принципе, со всеми разбирается. Чтобы заказать пиццу, нужно мыслить как пиццу. Только не гавайская. Да ты хейтер. Да. Нормальная. Да, за уважаемый герой. В прошлом матче был полезен. Очень полезен. Ну, как героя. То есть, понятное дело, что там где-то Заяц влетал. Прямо вот, говорят, парня пошел. И парни за ним. Но герой очень хороший. Эмбер получает саленс. Синтеки его не любят. Пока никаких там этих пуржей, дисплов и всего остального нет. Он хорош. Всякие саппорты, всякие. Там и улосы берут, естественно, нескоро. Поэтому он может их душить чуть ли не с нулевой. Какие шансы на шедев демон тройку? Или уже все? Не-не-не. Остановить полет. Так, ты не давай без остановки тут. Вот. Полетел, остановил дальше. Расстрелял. Расстрелял. Расстрелял сколько? Сколько фаерспейд? Четыре. Ну, четыре кнопки. И до этого еще нужно включить, чтобы они были. А, ну хорошо. Значит, два плюс пять. Семь. Два плюс пять. Семь. Так, луч. Нужно целиться. Двигаться еще получается. Да, правильно. Можно остановиться. То есть, еще две кнопки. Уже десять получилось. Так, ульта. Да, одиннадцать. Причем нужно думать, куда его поставить. А, это какая кнопка? А? Ну, думать, это какая кнопка? Думать, это какая кнопка? Самая важная. Самая важная. Итак, мы насчитали. Смотри, смотри. Потом я еще как бы думал, ну как бы, если бы все так было просто окей, но там еще добавляются вейл, шива, алибарда, какая-нибудь урна. А можно проще? Можно не покупать ничего? Не, я думал, да, что можно, вот я для себя думал, можно ничего не купить, просто какие-нибудь ауры бахнуть и быть полезным. Но если вот еще все вот это добавить, там кнопок суммарно получается 15, которые нужно успеть прожать секунды за 4. И это мы берем ульту и умножаем это количество на два, потому что все перезаряжается. Кроме айтема. Ну да. Лучше бы идти туда ломали, знаешь. Ну, короче, вот Леша, это, я уверен, прямо сейчас он вряд ли это подтянет. Я уверен, это как раз вот для Ромы, пусть он кнопочки нажимает, может быть, для Зайца, но не для Леши, это 100%. Леша может попробовать, но я не думаю, что это будет эффективно. Возвращаясь к нашим героям, ЕГЭ уперлись в Клинкза, все так же. Они не уперлись, они только что игру выиграли, алло. Я понимаю, ну, уперлись. Что значит, что уперлись, это когда человек взял героя, как ЕГЭ вчера, вот они, не ЕГЭ, а ОДЖИ, уперлись в Хускара, вот они реально уперлись. Они взяли Хускара, он нафидел, он ничего не сделал, он был полным юзалисом, и они вторую игру, его снова берут, и снова он делает то же самое. Вот там яркий показатель того, как в этого героя реально уперлись. А тут хороший герой, что ты? Меняй слова. Меня, меня, меня. Давай. Они нашли хорошего героя, вот так можно сказать. Они нашли свою игру, можешь, вот я не очень люблю это слово, но они реально нашли свою игру. Господи, от тебя такой совет, слышь, сказать, они нашли свою игру. Ты просто сейчас очень так тонко подставляешь капкан здоровый, в который предлагаешь мне наступить. Я что, совсем поехал? Да, там пицца, там пицца. Неплохо. Так, а Спектра против Клинкза, что здесь к чему-то? Ну, на третьем-четвертом слоте нормально. Скади, Манта, Ульт, нашел Клинкса, прожал Даст и лупишь его со всех сторон. Но до этого надо дожить. Если, конечно, опять у них не будет слишком много денег, как больше, кажется, тогда может не хватить и... Может не хватить, естественно. Пока что ставится яйцо, из контроля только пуш, самое сильное замедление, а остальное уже так... Эмбер улетает, Рубикс ничего и ставит далеко, Клинкс просто убегает. И вот непонятно, игра до Абисла на Спектре? Точнее, попытки затянуть ее до минимального контроля хотя бы. Надо что-то взять с кетчем минимальным. Это, скорее всего, должен быть КВ-инвокер против Эмбера в мид и, в принципе, просто подактивный плейстайл ВП. Потому что они могут, ребята, задать свой темп, если захотят. Пол шина пишет, Леня понижен до монтажера кековых моментов. Это не твой друг какой-нибудь? Нет. Нет? Ну, тогда тем более понижен. Ладно, это мой друг, конечно. Пусть будет. Будем друзьями. Поздно. В общем, это легендарный инвокер от Вована. Я надеюсь, что Вова сегодня в форме. Не как в прошлый раз, чтобы он не превратился в классического инвокера четверку. То есть нужно как-то киллы делать там. Ликантроп. Опять улын. Чисто вот ЕГЭ сегодня радует. Улын, улын и поехали. Опять нажимаются все зеленые ромбики ВВП. Когда они в кулдауне, минус Рошан, минус полкарты. И вот так будет постоянно. На Ликантропа Рамзес сел. Ну, ЕГЭ прям плотный пик. И все могут убежать от комбинаций. И заметь, Ликантропа здесь не то, чтобы кто-то круто стопает. Здесь все герои, они как-то... Коэффициенты от наших партнеров. Париматч надо посмотреть напоследок, чтобы оценить расклад сил. 1.6. Евлджинис С2-25 Виртус Про. Последняя карта группового этапа Иммортала. Господи, какая игра нас с вами ждет. Давайте же будем смотреть ее и не будем затягивать. Давайте смотреть и затягивать. Вот так вот, чтобы было подольше и посочнее. Ну что, у нас улынов, наверное... Ну, больше, чем у нас, только на стримах Алохи сейчас улынов. Поэтому очень-очень рискованно играют ЕГЭ. Но при этом, знаешь, вот так прошлую игру смотришь и не скажешь, что они как бы ломились, улынили. Да они фармили всю игру, просто перефармили. Да они как бы просто принимали большинство драк и очень хорошо принимали, на самом деле. Один раз ошиблись. Ну и сейчас реально крутой шанс Зайцу показать, что у него с прицелом все нормально. На земелье будет нормально вкатываться, потому что, ну, были огрехи. И очень много было на прошлой карте. А это очень важно попадать с хилами. Если я правильно понимаю, то у нас сейчас вот прям ВП в случае победы, они чуть ли не в Венера выходят. Да, в Иммортал. А в случае поражения они даже за третью строчку не цепляются. Они получаются в плейн-стадии. То есть они даже не попадают в плей-офф еще, им нужно еще играть. Это из-за того, что у них получится 2-3, как и у Элайенс. Но у Элайенс их обыграли, если ты помнишь первое. Да, точно, точно, да. А если же они побеждают, то у них статистика как у ЕГЭ. Но они обыграют ЕГЭ. Поэтому для ВП реально ключевой матч. Для ЕГЭ, в принципе, тоже. Потому что у них они либо топ-1 играют не с Сикрет, а со второй командой, то есть с ОДЖИ. И, в принципе, ну, помимо того, что ОДЖИ невероятно злы на ЕГЭ, я уверен, все еще. Недавно смотрел как раз расследование Морфа на эту тему. Ну, типа, как-то у него темная история. Все помнят, что Флай ушел. И там, знаешь, это теория Next Level, что Флай понимал, что ОДЖИ никак не могут найти свою игру. Поэтому специально ушел, понимая, что так будет лучше и тем, и другим. И замотивировал, типа, их, чтобы они играли еще лучше. Да, да, и поэтому, мол, он даже был доволен сначала, но потом уже, конечно, хотелось бы и самим ЕГЭ тоже заиграть, но ЕГЭ так и не заиграли на том уровне. Мне напоминает этот мем, знаешь, вот из разряда, там, из какого-то уриска фильма, где мужик стреляет в живот женщине, вызывает скорую и говорит, только не говори мне, что я тебе не позаботился и не забочусь о тебе. Ну, вот, да, жесткий, конечно, пример, но, тем не менее, тут такой момент, что все-таки основной конфликт был в том, что они вроде как не смогли нормально, ну, как сказать, ливнг-то всегда можно, но важно попрощаться, да, как следует. И в этом был какой-то замес. Но, тем не менее, сейчас флай в ЕГЭ и сейчас флай в шаге от того, чтобы встретиться со своим бывшим другом Нотейлом в плей-офф. Либо же ВП, которые также в шаге от того, чтобы... Так, а ВП с Нигмы как играли? А, неважно, Нигмы тогда на первом месте будут. То есть для Нигмы тоже этот матч довольно-таки важен. Ну, рисковый такой драфт у ЕГЭ, прям опасный, опасный Рамзес будет делать. Кусть, кстати, интересно то, что вот как определить, на кого играет команда. Зачастую достаточно посмотреть, кому достается ласт пик. Ласт пик, да. Ласт пик, вторую игру подряд. Ну, опять же, Рамзес был самой важной персоной, опять же, на прошлой карте. Я думаю, ни у кого нет сомнений в этом. Как раз-таки от него играли здесь. Подворовать баунти не получилось здесь у ЛТВ. Ну, пока две забрали. Виртус Про одна у команды Вилджиниусс. И еще одну себе забирают. 2-2. У баунти. И Соло в этот раз будет отыгрывать на Шаду Демони. Хотят ФБ сделать, я так понимаю, сверху. Так, тут у нас будет Клинкс и Нича опять. Засада от Соло. Ну что ж, попадутся ли в ловушку ЕГЭ? Давайте посмотрим. Ну, Заяц, очень интересно, как он исполнит сегодня на третьей карте. На второй так себе вышло. Так, 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 так. Проели деревца. Стоят. Ждут появления Шаду Демона. Заяц идет вперед, спрятали у нас Артизи уже. Иначе у этого. Да. А, нет, просто... Ну, просто ТП сделал под вышку и все. Артизи чего-то подобного, видимо, ждал. Ну и все, Соло отсюда уходит. Размял по ХП, дал какое-то мини-преимущество на линии. Ну, и типа нормально. Ну, попытка не пытка, как говорится. Забрали бы, хорошо не забрали, ну и ладно. Так, ну и снизу, понятное дело, Спектра будет стоять там. Уже будет помогать Шаду Демон. Здесь Флай. Собственно, уже, по-моему, третью игру подряд данный Чантрос отыгрывает. Угу. Ну и в миде. В миде Нунчик на инвокере против ГПК на Эмбере. Здесь инвокер Квас Векс, само собой. В ланапе таком будет. Очень важно здесь хорошо, конечно, постоять. Центральную линию диспо-флеймгарда. Минус рейндж. Ну, пока нормально все у ГПК. Да и у Нунчика тоже неплохо. Да, самое главное, что Рамзес очень бодро начинает на линии. 6 на 1 на Ликантропе. Прям очень хорошо. Все-таки Ликан очень опасный герой, которого, если разогнать, он... Ну, такие интересные оффлайнеры у ЕГЭ получаются. То есть и не оффлайнеры вовсе, но при этом очень сильные. Немножко напоминает в свое время так вот Сикрет с Заем играли, но сейчас немножко перестроились. Хотя бывают у них, бывает до сих пор, что Зай там играет. Нет, Зай последние игры показывал тоже такой уверен. У него нетерс постоянно был примерно как у единички, у двоечки, поэтому там вообще ноль претензий. Примерно так играют до сих пор, да. То есть, видимо, это такая мета, но она вполне возможна. Да, и тут опять же у Ликантропа, как правило, в начале бывают проблемы, потому что у него не самый большой хапориген, пока ты там пассивку не раскачал. А сейчас уже очень бодрый старт у Рамзеса, и дальше ему только проще будет на линии стоять. Да, вроде как обычно Ликана берут на легкую, и ты сам стараешься его задушить вначале, чтобы он потом тебе всю базу не съел. А здесь он сам душит твою же Спектру, то есть такое наказание за пассивный пик. Волчками, значит, скорость атаки сейчас добил. Нормально. Так, сверху какой? Сверху снова у нас суперконтактная линия с обеих сторон, поэтому примерно повторение, наверное, прошлой карты будет. Ждем импакт от Зайца, не знаю. В прошлый раз он отдал ФП. Да, было дело. Ну, в этот раз должен забрать, по идее. Ну, чтобы был баланс. ЛТВ неплохо снизу пробили. Делают копии здесь Соло. ЛТВ, фейтболт залетает. Филики Нест вверху Артизия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, погибает в итоге. Резолюшн, правда, забирает ФБ. Защитана. Да, ЛТВ все еще биты снизу. Волчками его покусать можно пободиблочить было, но нет, отпускать. Соло тоже пробили, тоже подвышку, но никто не погиб снизу. Хорошо. Ну да, там Волков все-таки еще маленький урон, чтобы пробить именно Спектру. Ну и в итоге Рамзе сдовольствуется тем, что у Спектра 9 крипов, Триген, и продолжает здесь. Шадоу Демона, конечно, тяжело ему помочь, прям качественно как-то в начале, особенно учитывая, как все здесь... Видите, оп-оп-оп-оп-оп. Соло фраг может быть сейчас от Нунчика. Нунчик, все-таки не хватает демоджа, ГПК выживает. А наверху Флая додушили в итоге. Ну вот, Добла наконец-то начинает нормально работать, получше, чем в прошлой карте уж точно. Это совсем другое дело в этот раз. Совсем другое дело. Ну, Рамзе, конечно, да, тут нормально. 17-4, Спектра 10-1. Очень жестко идет. Да. Ну и коэффициенты. На паре матч дают 1.57 на Evil Geniuses и 2.31 на Virtus.pro. То есть ЕГЭ у нас фавориты все-таки на этой карте. Так, у нас мид была, перетяжка от Флая какая-то, но вряд ли здесь... Надо диспелить ДД. Да, но не заберу, ДД минус, и на этом, наверное, все. О, вард забрал еще, хорошо. Да, довольно важно было диспелить, конечно, этот ДД. Нунчику оно могло постоять помочь, но сейчас не поможет. Но хотя все равно он стоит лучше, чем Эмбер Спирит. Но по такой игре мы прекрасно понимаем, что здесь шестой левел, и Эмбер Спирит начинает гулять по карте, если захочет. Он достаточно опасный, а вот инвокер нет. Слушай, Рамзеса неплохо здесь пробивает иллюзии Рубика, да, и вынужден он уходить. Но там фласка вроде есть, но фласка для ЛТВ, а не для Рамзеса, поэтому Рамзеса еще без хп остается. Но регена имеет. Ну, у него реген, битва за баунти руну, сейчас Телекинас будет. Да тут без Телекинаса справляется, и Сол что-то как-то не спрятал в итоге, но и забирает. Он не успевал, поэтому не стал, Крит мог еще в Телекинас. Рамзеса оставляет руну, чтобы пополнить ботл, ГПК, а снизу снова продолжает душить Рамзес. Рамзесу очень больно, Рамзес погибает, ой-ой-ой. Сверху тем временем Артизи еле выживает, улетает, у Флая проблема, Флай успел тоже убежать. Ну, слушай, очень активно начинает Виртуз Про на второй карте прям поддушивать. Да, и то, что Рамзес погиб, это вообще не дело, потому что у него 2-300 Нетворс, и как он вообще так умудрил? Резолюшена неплохо пробивает импетусом, забирает его Флай. Ну, правда, погибнет сам, видимо. Еще один удар, да. Но сейчас может быть даблкил, например, от того же Артизи. Правда, урона не хватает, здесь размонцевал. Сеточка будет еще на тролле? Рановато дал сетку, наверное, стоило подождать 5 секунд. Слушай, а хотя... Можно, можно попробовать, да. Побегать, поискать. Ой-ой-ой-ой-ой. До свидания. Да. Ну, ладно, в любом случае, без ХП остался, регена нет, и придется какое-то время там либо себе что-то нести, чтобы отпеваться, либо возвращаться на базу, одно из двух. Ну, и, судя по всему, на базу, да, пойдет? Инвиз забирает у нас ГПК, а вот Нун пошел. Нун пошел гангать Рамзеса сейчас. Ну, это хорошо. Просветка сверху тем временем взлетает по Артизи. Артизи здесь уже под Тавром. Нун возвращается обратно на линию. Нунончик в рамках линии себя очень хорошо показал. Мы видим, что почти 600 гол... Ну ладно, 500 голды разница между ГПК и Нуном. Хорошая разница. Да. Здесь, конечно, самое интересное будет в мидгейме, там, 10-я, 15-я минута, когда ЕГЭ начнут давить. Они неизбежно начнут давить. Клэп не попал. Снизу драка. Снизу драка. Выходит здесь Крит. Очень больно снова Рамзесу. Рамзес просто пытается убежать на ноге, но нет, его не отпустят. Здесь... Ну, тут Рамзесу вернулся. Ничего страшного, заберут Рамзесу в любом случае. Фраг, правда, забирает себе Заяц. В идеале бы, конечно, оставлять все для ЛТВ. Ну, очень рискованно. Мало ли там Эмбер уже летит на помощь. Лучше бы быстрее забрать и оставить его. Да, Рамзес 0-2. Не лучший Ликантроп. Ну, на это все еще очень хорошее. Да, но вот смерти сказываются. На Резолюшн снова выход, но есть и Карлс Дайв. Резолюшн уходит. 30 секунд теперь не может он выходить, потому что его еще раз могут выловить. Так, ну и ГПК в миде. Ну, чек уже седьмой. Баунти Руна классическая, Виртуз Прошная. О, привет. Привет. Классно. Да, постоянно как-то команды... Ну, не доконтроливают, да, в итоге. Ну, да ладно. Так, ГПК полетел на базу. Но он вернется, наверное. Да, у него ремнинг забавится. Да, стоит. Так, Заяц пока четвертый. Вроде как в миде. И у нас тут... Да, возможно, будет сейчас атака какая-то даже. Ничего себе. Вот это встреча сейчас около Руны. Непонятно, что-то происходит. Флай увернулся здесь от Роллинг Болдера. Восьмая минута. Хотят Руну забрать. Ну, слушай, Флай, видимо, умер. Да, ЕМП залетает. Еще камушек сверху спрятал. Соло здесь еще, я так понимаю, ГПК. Да, ГПК. Все-таки забрал Руну двойного урона. Подспели Заяца. Заяцу больно. Заяцу катываться не удается ему укатиться отсюда, к сожалению. А в кого он там лезет? Вроде то ли ГПК там наступил, то ли кто. О, на опережение сыграли. Рамзес снизу может снова пострадать. Сюда перетягивается Нуван. Колдснеп. Урну накинули. И в третий раз уже погибает оффлейнер у команды ЕГЭ. Как же фидит апостол. Зретье смерть уже. Это прям... Ну, это много. Он спектру накормил, можно сказать. Да? У него равный Нетворс уже. А как хорошо начинал? Да, тут Рамзеса пока тяжко приходит. Все потому, что герой такой. Нет никаких эскейпов. Никак не убежишь. Просто на ноге бежать. Он типа плотный. Так, минус ДД. О, минус Самана. ГПК не задолжил. Крит здесь. Помогает. Соло контроля телекинезом. Подкинули поближе. ГПК выживает. И Криту надо убегать. Тем временем. Резолюшн делает соло фраг. А нет, не соло фраг. Вместе с Зайцем забирают наверху у нас Артизия. Ничего не получается у ЕГЭ. Вообще никак не могут. И соло опять не добивает ГПК. Летит на базу для того, чтобы... О, Солыч. Ой, Нунчик. Простите, классика. Солыч в скобочках Нунчик. Додушивает. Все хорошо. ЛТВ снизу. Пока что один. Рамзес возвращается обратно. Пока нет шестого левела. ЕГЭ очень плотно нафидели. 8-3. Отдавались там, где должны были отдаваться. Там, где не должны были отдаваться. Ничего толком не забрали. Из-за этого Инвокер Феникс с огромным Нетверсом. Ну и Спектра так чуть больше имеет, чем должна была. Ну да. Зайц в позиции. Готов ворваться. Резолюшн пока что просто ломает вышку. Будет достаточно долго это делать, но... Медленно, наверное. Трамп протектора нет. Защищать вышки некому. Так, снизу. Снизу Рамзес все еще один. На него, правда, пока не нападают здесь. Ждут появления баунтирум. А вот и они. Хоста в итоге появляется сверху. Опять попытка была выйти на Рамзеса. ГПК нажимает чины, потом фисты. Ну, бывает. Как-то прям не ладится даже в прожимании кнопок сейчас у ЕГЭ. Он опять забирает вражескую руну на хосте. Ну, в общем, за счет баунтирум где-то сейчас курьерчик собьет. Оп, оп, оп. Минус. 50 золота. О, книжка, кстати, неприятна. Вот реально критичный момент, потому что хотелось бы книгу сейчас. Хотя шестой есть и неплохо. Колдснэп ворует Рубик. Так, в общем, ЕГЭ в своем репертуаре взяли вроде бы all-in, а играют вторым номером. Да, и Рамзес, несмотря на все свои смерти, уже тупо один по Нетверсу, как ни странно. Снизу форму прожимает Рамзес, чтобы убежать. Видимо, просто соло тут не доели. Соло себя спрятал. Сюда потянулся резолюшн. Рамзес все-таки хочет сделать фраг. ГПК до соло добивают. И отступать, наверное, нужно ЕГЭ. Там просто есть супернова, да? Ведь подвышку не самая здравая идея, как по мне. Хочется сделать кусь. Кусь. Если сделать кусь. А в меде тем временем подпушивают линию. Флайя могут забрать. Правда, контратака может быть и на ноу-уан. А на ноу-уан дает колдснеп, но этого недостаточно. Ходит Гост Волк. Есть просветка. Урона не хватает. Снизу крит. Погибает. Вот она супернова, та самая. А ЛТВ вгрызается в Рамзес. Рамзесу, кстати, очень больно. И он сейчас может погибнуть, потому что сюда вкатывается еще и Заяц. Рамзес сгорел. Все. Да, Рамзес сгорел. ГПК возвращается. Но это размен 2 в 1. На инвокера при этом не хватило. Инча тоже сейчас погибнет. Ее добивают здесь коллективными усилиями. Но он оформляет фраг. И тут приходит Артур. Ну и ничего не сделает, конечно. Нужно возвращаться обратно. Опять Мидас. Опять вот такая достаточно пассивная игра от Клинца, как по мне. Забавно, конечно, что инвокер там даже он ошибся. Он ушел инвиз под просветкой, замедлился. Но такое ощущение, что даже если бы он бежал со своей сниженной скоростью до конца или просто стоял на месте, его бы не убили. Очень мало урона. Очень сильно проигран старт. Всего 1000 золота. И то она за Virtus.pro. Я не знаю. И это хорошо. ВП молодцы. Очень уверенный старт от них, опять же. И это залог того, что, возможно, 2-1 в их пользу будет. Кто знает. Да, главное сейчас не напороть. Да, не как-то не загуливать, не фидить. И просто потихонечку выходим на линии. Пушим хотя бы Т1 ТВ Рай и все. Ничего. Цепанули. Да, и видимо флай погибнет сейчас. Еще парочка ударов. Да. Флай в таверну. Размены нет. То есть просто инвокер заходит в шаду демона, делает все, что хотят. А Resolution уже здесь залетает на критах. А он от Спектра видит также и Артизия. Спрятали у нас крита, и крит умрет. Да, крит здесь. Здесь, конечно, он дал даггер, но он там горит, куча периодического урона. Так, ГПК неплохо здесь связал, но некому дополнить демоджи. Покатился Заяц, вкатывается в Артизия. Артизия подцепили. Стоит у нас стенка от Нувана. Минус Артизия должен быть. Пробить еще могут и ГПК здесь так-то. ГПК все-таки добивает Соло. И тут приходит Ромзес. Вот она, надежда Северной Америки. Ладно, Нунчик здесь продолжает мансить. Пока что был дизарм, уходит в Гостволк. Нет просветки. Заяц отталкивает Ромзеса от себя подальше. ЛТВ просто пытается убежать. Заканчивается форма, и больше никого забрать не удается. Только двумя саппортами довольствуется ЕГЭ. Интересно, что Ромзес спектру не бил. 1900 урона от ГПК. 900 урона от Ромзеса. Заработали немножко золота. Суммарно ЕГЭ заработали больше золота, чем ВП. Да. Несмотря на то, что смотрелось, как какая-то просто полная дача. Изначально от ЕГЭ, потому что они входили по одному. Но Ромзес с ГПК спасают пока что. За океанскую доту. Так. Ну и коэффициенты обновлены тем временем от париматч. 1.42 на Virtus.pro и 2.75 на команду Will Geniuses. На третьей карте. Да, париматч уже не особо... О, ГПК великолепно исполнил, забрал хосту. Париматч не особо уже верит теперь в ЕГЭ как бы сливать. Резолюшена поймали. Как же быстро Феникс погибает. Нужно обязательно сломать Супернову. Иначе сейчас Ромзес погибнет. А Ромзес погибнет. Похоже, потому что Супернову некому сломать. Очень странно. Напали на Феникса, у которого просто есть одна кнопка, которую он полностью себя может засейвить. При этом нечем бить Супернову. Да и как ее бить, когда тебя команда избивает. Минус Ромзес. Продолжается очень странная дота. Я не понимаю, почему она выглядит вот таким образом. То есть первые две карты от ЕГЭ были гораздо лучше. ВП. ВП пока как бы смотрится так, что они вроде бы забирают фраги, но почему-то преимущество не особо растет. Да потому что пику ВП гораздо сильнее в лейте. Он не должен вначале вообще такие вещи вытворять, которые они вытворяют. Так, в миде. Там просто ЕМП залетает в ГПК, точнее торнадо. Поймали Флая. Санстрайк. Санстрайк летит. Минус Флай. Точно, здесь еще Крит бежит просто на рожон. Ничего не... Такое ощущение, что вообще ничего ЕГЭ не боятся. Несмотря на то, что они последние драки проигрывали, они все равно идут до конца. Тут можно Соло забрать. Соло. Погибает Соло. Покатился Заяц. Ни в кого не попадает. Мидванс здесь. Хороший. Блаз залетает. Стенка ставится. Рубик ворует Блаз себе. Но он погибает за счет того, что забирает и ЛТВ его. И опять драка выигрывается командой Виртус Про. ГПК. ГПК. Ромзес куда-то убежал. Ну и Ромзес пока спринтер в этой игре. Просто бегает в форму. Да, он носит что-то, бегает. Ну и вышку все еще можно в миде-то забрать. Да, так-то все устраивает команду Виртус Про. Они дерутся по КД Хаунта Спектра и драки, я не считаю, выигрывают. Спектра уже топ-2 по Нетворцу. А мы понимаем, что так, по идее, быть не должно. ГПК вот подставляется на ровном месте и умирает. Да. И минус вышка. Я не знаю, что сказать. Да, я понимаю. Ну, ничего хорошего нельзя сказать про исполнение ЕГЭ. Я думаю, что ВП здесь сейчас должны очень уверенно побеждать. Вард ломает Ромзес. Ну, просто такой пик забрал такой темп, как с инвокером играть в лейтгейме и с Спектрой непонятно. У Зайца уже появляется в Эл оф Дискорд. ВП просто этим пиком идут пушить и по одному забирают игроков ЕГЭ. Да, БКБ хочет себе Клинкс. Здесь понятно. Его можно понять. Зайц в инвизе видит флая. Сейчас пнет инчу, наверное. Ну, сюда уже подтягивается инвокер, да. И приветики. Саленс. До свидания. Что-то ворует у нас. Роллинг Голдер забрал себе крит. Ну, учитывая, что камни нет. Внизу нападение на Артизи. Есть просветочка. Просветочка попадает. Артизи делает ТП. Если чеп сбить. Да, стол его спрятал. Ну и вот минус кэрри у команды ЕГЭ. Диспелят моментальный ему стрейф и забирают. Я вообще не знаю, что произошло с ЕГЭ в перерыве. Но это прям совершенно другая какая-то команда. Явно не та, что у нас была в прошлой серии. Тут нас нападают на Артизи. На Рамзес. На Рамзес. Так, ГПК пытается забрать инвокера. Кстати говоря, Рамзес все еще жив. Рамзес живет, и он очень жестко регенится. Нет, камень я не дам. Пола сейчас погибнет. Ну, слушай, так-то ВП тоже подфидили в последнем моменте. Нунчик вот зря пошел вперед. Да, его смерть явно лишняя. Ребят, этого не нужно делать. У вас все отлично. Вы забрали Артизи. Не надо душить то, что уже не дышит. Плюс 800 монет в итоге для ЕГЭ. Ну, вот реально, это единственное, что может сейчас помочь ЕГЭ, это вот эти вот контрфид, так называемые, команды Virtus.pro. Надо себе взять на вооружение, буду так отмазываться перед тиммейтами. Это контрфид. Контрфид, да. Ну, в общем, опять нунчик, опять... Опять крит подставляется, да, в миде. Здесь рядышком ГПК, без мана остается крит, и тяжело ему будет уйти. Стенка ставится от нунчика, и крит погиб. Вот причем они это же осознанно не делают. Просто суппорт выходит в мид. То есть это какой-то суперспейс для Артизи. Мне интересен план ЕГЭ. Мне реально интересен план ЕГЭ. Очень хочется услышать от них интервью. О, вард, кстати говоря, по центре поставлен. Успеют или нет сбить, непонятно. Сбивают Курьера, Флай отрабатывает. То есть, короче, они играют в какой-то тотальный суперспейс, но отдают очень много фрагов. То есть 22 на 10, это вообще не счет для равной игры. Так, спрятали здесь Флая, и Флай, скорее всего, погибнет. Да, Зайц забирает себе фраг. Но у Зайца прямо очень крутая вторая карта, не то что первая, да. Но можно сказать, что полностью реабилитировался на этом герое. То есть спейс не работает, как мы видим. Так не получится. Или это понимание того, что уже никак не выиграть игру просто вот какими-то адекватными действиями, и нужно исполнять что-то из ряда вон. Ну да, да, что-то вот такое вот. Рамзес поймали. Есть пильта. Еще нельзя Нунечка давать. Отличная торнадо залетает. И Нун выживает. Не смог привязать ГПК. Или, может быть, в кулдауне были сингчейнс. Феникс заходит. Да, Хаунд от Спектра и Минус Крид моментально также битый здесь Артизи. Артизи пытается убежать. Хаунд до конца прожимает ЛТВ. Еще один фраг. Даблкил. Флай здесь тоже горит. Здесь, скорее всего, тоже погибнет. Вкатывается Заяц. Флай регенится, конечно. Ставится Супернова. Стики пытается жуть Энчантрыс. Но Супернова взорвется. Флай вроде как выживает. За ним поехал Заяц до конца. Все-таки добивает его. Здесь попытка добить еще и ГПК. ГПК под колд снэпом, под Сайленсом тоже погибает Тим Вайп. У него был Ремнант, но выходить в этот Ремнант был не вариант. Да, это Тим Вайп. И вот это уже точно ни на какой план не похоже вообще. Погибают по очереди. При этом Спектра всю драку фармит. В конце приходит, забирает кучу золота с соперника. И вот теперь мы видим, что уже не из-за ошибок даже ЕГЭ, а просто потому, что пик ВБ набрал свою силу, ЕГЭ не могут драться. 3100 золота отдали. Да, это очень много. И легчайший Рошан. Не смогут за него, скорее всего, побороться ЕГЭ сейчас. Рошан уже, считай, забрали Virtus.pro. Там Волк побежал вперед. Сейчас Волк умрет. Я не знаю, что происходит в этой игре с ЕГЭ. Нулевая работа по Вижену. В ВП стоит 2 варда, которые контролируют все. Причем Рамзес стоит фармит вот этот ближайший кемп. И перед этим забегает его Волк в Рошпит. Он видит, что там 5 человек бьет Рошана, и он все равно стоит фармит. Да. У него третий не кран, но при этом мы видим огромное количество вардов, которые стоит. В общем, я не знаю. ЕГЭ здесь, по-моему, оказались не готовы. Не знаю, может быть, наступило... Дай я подумаю, сколько сейчас времени в Канаде. Плюс-минус. Ну что-то там, какой-то час наступил, и Fly вместе с Artyzi перестали играть. Или наоборот, у нас стало слишком поздно. И отключился Рамзес вместе с ГПК. Я не знаю. Ну, очень странное решение, я согласен. То есть, придумать логичное объяснение очень сложно. Поэтому здесь, как говорится, наше полномочие все. Так, ждем эпического камбэка. Прямо сейчас. Налом на Aegis против Спектра. Инвокер сейчас в Инвизе все уже разребили. Они уже скан потратили в ВП, они знают, что идут на них. Нунчик краешком спалил ГПК здесь в Инвизе. Пошел... Ой-ой-ой, под центрей сейчас Нунчик. Ой-ой, Нунчик торнадо практически во всю команду. Зря спрятал его. Ой, как зря спрятал его Солочь. Заяц врывается неплохо. Магнетай смогут Артизи забрать. Артизи очень битый. Артизи все еще живет. Но забрали уже Нунчика, забрали Солочь. Артизи все-таки погибает. Очень больно также Заяцу. Заяц отправлять в таверну. Ну и да, ты был прав. Налом на Эггис произошел. Это немножко Солочь сейчас сыграл не лучшим образом, как мне показалось. Он спрятал Нуна, когда тут дал шикарный прокаст. И должен был его продлевать как раз. Там давать ЕП, Бласт. А вместо этого он просидел в коконе и вышел уже практически в таверну сразу. Спектра, естественно, видя такую ситуацию, не подключалась к драке. Там продолжается у нас какая-то погоня то ли Феникса, то ли Ликана. Тут неясно, кто кого. Пока что вроде как резолюшн одолел Рамзеса. Тут подключается Спектра, минус Рамзес. Минус ГПК. А почему так легко два кора погибает у команды ЕГЭ? Казалось бы, тут еще и Флайа могут подцепить. Потому что Спектра 12 тысяч нетворса имеет. Возможно. Возможно, логично, да. Я думаю, что с такой Спектр уже нереально выиграть. Да, и левел так-то очень большой. Мы видим, что уже почти 20-й левел Спектра имеет. Драгонскейл плюс диффуза. Это очень больно делают иллюзии. Так, так, так. Артур бежит. Ну, он сейчас умрет. Да, жесть. Просто посмотрите, Спектр 19-й, Артизи 14-й. Спектр уже 20-й, считай. Разница колоссальная. Это как будто антимаг, который у нас был сегодня от Нигмы. Помнишь, когда там антимаг 25-й, а ТБ против него выходит там 16-й драться. Или 18-й. Так, ну, тут у нас минус Заяц. Но здесь, да, врывается ЛТВ. Пытается уехать Крит. Получает урны еще сверху. Артизи очень бит. Еще один буквально удар, он рассыпается. Погибает соло. Рамзес просто из драки убегает. Горит, прожимает форму. Ну, правильно, напоследок. Перед смертью. Тут спектра всех съест. Надо писать ГГ и идти, получается, в лузера. А АВП идти к секретам на ковер. Жесть. ГПК просто уже в соло месяц здесь ЛТВ. Байбэк сделал Крит. А зачем? Так, тут ЛТВ решает до конца. Но у него Айгин. Ну, него Айгин. Может нормально подраться. Торнадо. Ой, какое хорошее торнадо от Нуна. Стенка ставится. Крит еле бежит. И ЛТВ возвращается обратно. Телекинез. Неплохой. Чувышка там бьет по Нуну. За хилл ЛТВ. Минус еще один. Давай, давай, ЛТВ. Покажи, вот твой шанс настал. То он даже себе Аганим в этой игре собирает. Ну да, такой, как бы, чего бы не собрать. В общем, интересно. Мы вот сегодня говорили во время одной из карт, что вот против Сикрет такая дота вообще, ну, не прокатит. Но я думаю, что все-таки ЕГЭ победят по итогам. Победили ВП. Посмотрим, как они сыграют. Говорю, победили, потому что уже не верю в то, что здесь что-либо возможно. Да, тут избиение уже все по всей карте. Флай погибает. Погибает у нас Артизи в очередной раз. Непонятно, кем тут драться-то у команды ЕГЭ. Уже с такое преимущество. Тут Супернова под Т3. Рамзес убежит. Рамзес. За ним до конца. Под вышку колдснеп. Наверное, после этого фрага ЕГЭ. ГЭГЭ напишет ЕГЭ. Ну, какой смысл сопротивляться? О, как вы будете убивать Спектру? 15 тысяч нетворца, который уже 21 левел. Подведем итог. Команда Evil Geniuses с двумя СНГ-игроками проиграла только двум СНГ-командам. Беспощадный, безжалостный СНГ. Не щадит никого. Причем, разгромив при этом все вообще, что только можно, все, что осталось, две СНГ-команды нанесли им существенное поражение. Причем, с ВП еще были какие-то шансы? Ну, первая карта очень уверенная была от ЕГЭ. Если бы не вот этот вот загул от Артези, когда он остался на ХГЭ, так-то они могли бы и победить легко. Все было у них в руках. При этом ВП как бы повыше. Да, с Na'Vi, которые заняли последнее место, вообще никаких шансов не было. Итог этой потрясающей третьей карты подведет наш студий аналитики, расскажет, что там в группах, ну и так далее. Ну, я считаю, наши шпионы свою работу выполнили на все 100%. Команда ЕГЭ – самая настоящая последняя надежда нашего региона. Ну, а Virtus.pro – молодцы, что дожали. Хотя и в целом трудности для них это никаких на третьей карте не составило. Что это было вообще такое? Мы смотрели две карты, когда ЕГЭ неплохо играли. Ну, и первую, и вторую. За исключением вот тех ошибок, которые они допускали. А на третьей – избиение. Как оказалось, спектрапли, что Дэмон очень сильный лайн. И хоть типа на творчество она проседала, но в основном хэлфбар был фуловый. И в один момент раз-дес раз умер. Перетянулся Заяц, раз-дес два раза умер. И вот уже этот один отворчество, который должен был как-то доминировать свою линию, он отбегает постоянно к своей вышке. Да, тяжелую жизнь ему сделали на старте. И в итоге это вылилось в раннее очень комфортное преимущество, которое потом вот перетекало в такие драки. Неожиданно как-то абсолютно. Ну, это были не ЕГЭ, это была не та команда, которая там с секретами где-то побороться может. Ну, земель отработал. Вот Феникс стоит на сложной линии земель и получает левел. Берет, допустим, пятый уровень. Ну, это хотя бы третий. Ничантрос его уже гонять не может, потому что Ничантрос тысячками просто кидает в него фаер спиритом. И в итоге он может стоять один. Клинкс, естественно, пытается его пробить, но он опять же неплохо закидывает фаер спиритом. И в итоге земель может уходить куда угодно. Он может уйти в центр, но МБ на шестом левеле убить сложновато. Там урона может не хватить. А на легкой линии просто приходишь и по кулдауну фармишь ликандропа, который раз за разом подставляется и не реагирует на то, что эр спирит уже давным-давно не стоит в сложной линии вместе с Фениксом, а уже давным-давно перетянулся на легкую, и они сделали триплу. Прекрасно, что был все-таки у нас такой контраст. Какая была тяжелая игра у Зайца, ну, откровенно говоря, такая себе на эр спирите, на предыдущей карте и какая здесь. Ну, ведь натурально задавал тон вообще всему, что у Virtus.pro происходило. У них получилось более элегантно сбалансировать драфт. То есть LTV спокойно фармил, но он бегал на модел Движ, подключался Зайц, нажимался Хаунд, и просто вот не могли вот с таким темпом справиться ЕГЭ. Никак не получилось им набрать эту массу, которая может ответить хотя бы. Ну, и стоит отметить то, что ЕГЭ уже к третьей карте стали играть намного слабее, чем первое и второе. Ну, они здесь просто были сами на себя не похожи. Ну, то есть самое элементарное, тут я следил за ГПК, который регулярно давал чайны до фестов, потом давал фесты, но чайнов уже нет, а здесь уже видно, что на механическом уровне некоторые игроки ЕГЭ начали сильно проседать. Поплава. А ВП наоборот, у них как бы третья игра, и как будто вот они первые стали играть, и все хорошо, у них никаких вообще, никаких проседаний в механическом плане. С желанием сидели, играли, кнопочки нажимали, не было прям таких критических моментов, где они промахнули, если что-то подобное. В принципе, вот была возможность, они нажимали, а не убивали. Ну, в результате этот матч мне напомнил вчерашний матч уже против Сикрет, где Сикрет с Антимагом разваливали абонентов за 20-25 минут. Ну, как минимум на последний карте. Здесь ВП вот со спектрой развалили ЕГЭ за 25 минут, хотя, казалось бы, пик ЕГЭ был обязан Давид, но не так дико перефидели, особенно в сложной линии в один момент, что там просто уже было сложно камбэкнуть. Да, реально, непонятно, причем, что стало причиной для подобного рода игры. Ну, то есть, это была всего одна Best of 3 за день, которые они, ну, о том, что они будут ее играть, они знали достаточно сильно заранее, а в результате получаем игру, ну, которую ЕГЭ нам действительно демонстрировали только в двух сериях против Na'Vi и против Virtus.Pro. Ну, как еще это объяснить? Не получилось нам учесть на драфте, что у ЕГЭ будут три настолько тяжелые линии. Если в миде было плюс-минус понятно, КВ и Нбокер, отлично против Эмбера, на топе тоже Феникс более-менее себя чувствует против Линьза. Но, что у Спектра будет такая огромная, вот что-то с Демоном против Люкана, тоже знал. Ну, Люкан, как только знает, что Эр Спирит уходит со сложной линии и понимает, что весь удар будет идти по нему, ему можно просто в любой момент уйти в лес и по-быстренькому дофармить Некрачей, потому что стоять на линии дальше и подвергать себе риску опасно, потому что приходит Земель и его забирает. Причем там как бы не только Земель, что-то Демона Спектра, но еще и инвокер, который кастует Санстрайк, поэтому здесь три героя и еще половинка инвокера, ну, часть инвокера тоже сыграла свою роль. Получается, у нас три проигранные линии, и только один Эмбер Спирит может что-то делать в игре. Ну, не против инвокера, здесь инвокеры его с Земелью хорошенько закрывали. Еще и пуш, что-то Демона, который тоже перекрывает ему геймплей. Одним словом, Мол Ин не удался. Совсем. Делали ставку на довольно интересный драфт, ребята из команды из Северной Америки, а в результате, ну, потерпели поражение. Я на самом деле не хочу пока озвучивать, каков у нас итоговый результат в рамках групп, потому что все еще жду подтверждения гипотезы, которую мы за кадром с коллегами обсудили. Сейчас там просто будут сопоставляться все результаты и проверяться, кто на какую команду выходит, кто какое место в группе в итоге занимает. Там все достаточно неоднозначно. Пока статистику смотрим. Пожалуй, самые неинтересные карты этой серии, но как бы то ни было, Virtus.pro победили, они выиграли очень важную серию для себя, потому что, ну, потому что этой серии все для них заканчивается в рамках группового этапа. А как уж дальше плей-офф будет складываться, посмотрим, опять же, после того, как взглянем на всю статистику. Они как и Liquid, да, они разогнались. Молодцы. Да, да. Кстати, действительно, очень симметричная же ситуация получилась. И у Virtus.pro, и у Liquid вначале было так себе, а в результате все довольно неплохо. Вы бы красиво закрыли серию, наверное, так на классе, получается. И Вавана инвокеры порадовал. То есть бывает, когда у Вавана не идет, но здесь он был очень хорош. Билд интересно взял раннюю урну с фейдиками и добавил медальку, так просто вот промежуточный айтем, и потом загради его в Солар, который уже кидал на спектру, и она была просто неуязвима. Да. Вот оно сравнение хардлейнеров у нас здесь. От Resolution все было получше, чем на предыдущей карте. Ну а Рамзес, что Рамзес? 7, 11, 6. Вот опять у нас Феникс в первой стадии, и не получается взять героя, который может разобраться с яйцом. Да как будто и не пытаются. Ну а что реально, что они сделали для того, чтобы это яйцо не доставляло проблем? Ну после игры у них получилось. Два ранжевика с БКБ, с быстрой автоатакой. Ну согласись, получилось отчасти из-за того, что Резоль сам давал команде. Ну берем учет, что результат был в итоге, то, что они победили, значит получилось. Да. Если у нас есть итоговые группы, то предлагаю вывести их на экран, посмотреть, что к чему. Собственно, по поводу завтрашнего дня сразу можно сказать, что в рамках группы Б нас с вами ждут тайбрейки. Причем это будет тайбрейк в формате Best of 3 между командами NIP и Fly to Moon. В таком формате он будет проходить по той причине, что одна из этих двух команд должна будет формально вылететь из Иммортала и попасть в Дивайн. Это будет команда, которая займет шестое место, то есть проиграет в этой серии. Команда, которая выиграет, попадет в плей-ин. Ну а в группе А все правильно, значит, у нас получается. Тайбрейков здесь никаких не будет. Виртус Про одержали победу над ЕГЭ, но поскольку у них меньшее количество серий, законченных со счетом 2-0, они находятся ниже в групповом этапе, нежели ЕГЭ. Таким образом, Нигма и ЕГЭ выходят в первый раунд верхней сетки плей-офф стадии, а Виртус Про в первый раунд нижней сетки плей-офф стадии Иммортал Дивизиона. Что скажете по результатам, господа? Главное, что не плей-ин для ВП. Главное, что не плей-ин, да, это правда, потому что еще одним местом ниже, и было бы все намного сложнее. Дим? Викинги порадовали. Вот если посмотреть на всех участников, то слева все более-менее предсказуемо. Там было очевидно, что фавориты — это ЭНИГМА, ЕГЭ и Виртуса. А вот если брать сетку справа, там Викинги молодцы. Они прям отжали себе вот это третье место в группе. Да, мы очень долго хайпили на тему этой команды, что они должны были здесь быть с самого начала, по прямому инвайту. В итоге прошли через закрытые квалификации, всем показали, и в итоге будут играть в плей-офф. Долгая дорога такая, тяжелая. Но интересно. Вполне, да. Лень, по поводу остальных результатов, что можешь сказать? Ну, как бы хочется сказать, что удивлен ситуацией Na'Vi. Именно потому, что последнее место. В принципе, когда была середина группы, показали, что могут загрызаться, разобрались в ЕГЭ. Но потом как-то не разобрались в себе, и в итоге ребята в диване. Да, это печально. Надо сказать, что Na'Vi и Ninja, ну и пока непонятно, какая команда из группы B, они будут играть в рамках диван дивизиона, заняв последние места в своих группах, они будут падать, если я ничего не путаю, в первый раунд верхней сетки. Там, собственно, их уже ждут команды Cyber Legacy и Hellraiser. Все эти сетки, я думаю, мы еще там чуть попозже с вами посмотрим. По поводу всех остальных результатов, ну что, в целом фавориты подтвердили свои статусы. Единственная команда, которой вообще у нас вопросов с вами не возникло, это Secret. Приехали, все показали, в целом, как будто ни карантин, ни пандемия, ни отдых, ни отсутствие тренировок на них не сказалось вообще никаким образом. Все как раньше. Да, да, в полном порядке. Были Nigma, которые со счетом 4-1 групповой этап закончили. Ну, в общем, по сути, все статусы подтвердились. Вот единственные, кто, наверное, расстроили, это все-таки Na'Vi. Вот нам показывают сетку. Плей-офф, который мы будем наблюдать с вами уже очень скоро. OG и Nigma встретятся в первой паре, то есть в полуфинале верхней сетки. Во втором полуфинале Secret против Evil Genius. Учитывая, в какой форме сейчас EGL, как они сейчас сыграли, там вообще ноль шансов у них против Secret. Возможно, они смогут поднабрать в плане скилла за следующее время, которое у них будет. А вот OG против Nigma будет интересное противостояние, потому что OG там сейчас... Должны быть какие-то изменения в драфтах точно. Ну, в драфтах точно должны быть какие-то изменения. Да. Это, друзья, была сетка плей-офф, но завтра мы пока еще не к нему переходим, потому что завтра, помимо матча в рамках тайбрейка в группе B, у нас будет стартовать плей-ин. Ну, состав команд, которые будут в нем участвовать, в полной мере мы, конечно, узнаем по результатам тайбрейка. Поэтому обязательно завтра приходите на трансляцию для того, чтобы смотреть очень важные игры. Переходим действительно к самому вкусному, к самой вкусной части Омега Лиги. Заходите на сайт dota2.ru.ru.gg, если хотите обсудить сегодняшние игры. Их было много, они были достаточно интересные. Но если хотите оставаться в курсе всех событий этого турнира, то вам прямая дорога в наши социальные сети dota2.ru.hub. Заходите, подписывайтесь во всех соцсетях, которых вы только знаете. Для вас сегодня работали Дима, Light of Heaven, Леня Бобруха. Лень, ты хотел сказать что-то напоследок. Да, ребят, пока мы еще в телевизоре, хочу воспользоваться возможностью. И сегодня очень близко у меня человека день рождения. Я исполнился с 20-го года. Поэтому хочу сказать, Катя, поздравляю тебя. Я очень ценю общение с тобой. И желаю тебе успехов. Но даже если что-то пойдет не так, я всегда буду рядом. Супер. Друзья, для вас работала студия RUHUB. Меня зовут Дима, not in my house. Завтра в 3 часа дня по московскому времени ждем вас на нашей трансляции. Продолжаем смотреть Омега Лигу.